Алло? Да-да-да, все, уже подхожу, вот уже возле лаева. Да-да-да, все-все. День спортсмена Максима расписан по минутам. С утра бег, после стрельба, ориентирование и занятие единоборствами. И все это в реальности. Виртуальной. Как и его друзья, Максим киберспортсмен. Просьба не путать с геймерами, предупреждают благовещенцы. Компьютерные игры для них больше, чем увлечение. Парни участвуют в соревнованиях по Дота 2. Тренируются, не жалея себя. Правильное питание, наверное, для киберспортсмена – это любая еда. Просто, главное, понесено на компьютер вовремя. Поел и уже, как бы, ты все, не голодный, сидишь, играешь. Я в среднем где-то уделяю, наверное, по часа три как минимум в день играю. Но сейчас более реже, потому что экзамены и тому подобное. Но так, когда выходные, я могу от трех до шести, там, семи часов просидеть за компьютером спокойно. Правда, возможность участвовать в соревнованиях по киберспорту ребятам выпадает нечасто. Отбор на серьезные турниры проходит в режиме онлайн, в основном на Западе, то есть шестичасовой разницей во времени. Ездить на соревнования не хватает денег. А в Благовещенске их не проводят. Впрочем, это парни планируют исправить. Думают о создании федерации. Уже нашли спонсоров. Тем более, что этот спорт может стать неплохим источником дохода. Если брать конкретно Дальний Восток, то у нас есть команда по Конторстрайку, которую подписала китайская организация. И они сейчас играют, можно так сказать, на профессиональном уровне и получают за это заработную плату. Минимум по тысяче долларов. Призовой же фонд на крупных соревнованиях идет на миллионы. А на некоторых участников даже проверяют на допинг. После того, как однажды киберспортсмен-победитель признался в том, что до выхода в виртуальную реальность принимал препарат, стимулирующий работу мозга. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город».